сегодня хочу показать вам мои инфузы ну такие которые в процессе и то что вот у меня что-то готово вот мой готовый инфуз на сосновых почках вот они они были такие довольно такие крупненькие почки и я нагревала их несколько дней ну потому что они не измельченные видите они прям стали такие мелкие мелкие еще они стали такие мягкие удобно процеживать через носочек апроновый из него удобно им удобно выжать потом все сырье но вообще марли тоже хорошо пользоваться если что-то мы настаивали не слишком сухое то именно когда мы процеживать будем через марлю вот эта влага если она какая-то есть хотя бы минимальная она все-таки останется в марле если вода попала в масло то она быстро испортится я хорошо хорошо выжимаю вот прямо видите сколько получилось этих почек все отдали в масло все что можно конечно тут еще много всего хорошего можно и так вот прямо в этой мешочке завязать его и опустить ванну будет очень хорошая ванна смотрите какой интересный получается цвет и вообще сама структура да что вот оно такое какое-то насыщенное вот прямо видно что она необычное масло в него вот уже перешли вот эти почки но в каких-то том виде до в котором они могли перейти в масло это настой масляный инфос на лавре на листьях лавра тут крапива очень такая хорошая концентрация посмотрите да вот сколько этого сырья и сколько масла ну тут еще можно будет выжить тоже хорошо тоже настаивала нагревала несколько дней потому что листья сухие крапиву потом добавляла на свежие листья лавра сухие измельченные масло не рафинированы поэтому не очень-то чувствуется аромат все таки вот в этом минус масло не рафинировано да по свойствам оно хорошо но вот в этом случае не очень и вот как раз хочу показать такой вкус на масле кокоса этот как раз тот случай когда масло перебивает листья лаврового листа я нагревала их так как масло кокоса такое полутвердое то его нужно нагревать на водяной бане нагревала много часов ну не просто она грелась да я подогревала и включала чтобы она томилась дня три это все делалось настаивалась и вот получилось такое масло но цвет мог быть еще ярче но по-разному бывает это зависит от лаврового листа ну что самое интересное что масло кокоса было не рафинированное знаете наверное да вот такой сладкий аромат на стороны очень такой приятный но даже где-то и приторный такой очень сладкий да ну здесь маслом с листом лавровым она просто перебила аромат лавра не да мне нравится аромат лавра в инфузе а тут просто масло кокоса но перебила все вот поэтому так вот такой минус небольшой в этом есть вот я что хочу показать видите совсем немножко у меня настоя на тополе на почках черного тополя я его добавила в последний мой целебный бальзам я просто ее оставлю хоть его немного знаете вот примерно как как в духе потому что это это такой аромат вот я не могу описать она тоже на твердом масле на масле шея его процежу пока еще там видите есть почки и разолью баночки буду просто наверное зимой просто нюхать и это просто вот весенний аромат он так так хорошо перешел первых это масло и во вторых я в общем решила что его ставлю себе никому не отдам ну а тополь уже растет во всю вывод почки уже поздно собирать конечно очень жаль масло знаете на такое получается даже особенно вот это вот носил в почках она какое-то немножко такое густоватое загущается все-таки все снова почков много и таких веществ смолистых поэтому она вот такое водномасле лавра да она все-таки осталось жидкое такое как и было но зато тоже стал такое насыщенное и именно такой травяной натуральный цвет пока все